На сегодняшний день в Молдове практически нет сферы жизнедеятельности страны, на которую бы не повлияла политическая ситуация, а точнее политики. Проблемы, унаследованные нынешней властью, не только не были решены, но к ним еще добавились и новые, и их число и масштаб продолжает расти. Свой вклад пытается внести оппозиция, однако ее голос власть не хочет слышать, да и внутренние разборки усложняют оппозиции задачу. Какую 30-летнюю проблему может решить газовый кризис? Почему о новом избирательном кодексе нужно говорить? И кто стоит за платформой Адженда Комуны? Истину в этих и других вопросах мы будем искать с политологом Виктором Гуреу. Все вопросы энергетики и энергетической стабильности на сегодняшний день являются политическими. Добрый вечер, в эфире «Истина». Есть у нас такая традиция во всем винить власть, а точнее политиков. И действительно, если в некоторых случаях это преувеличение, то в нынешней ситуации порой начинаешь задумываться, а не так ли это. Как пел Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука», чтобы они не делали, не идут дела, и крокодил не ловится, и не растет кокос. Многим эти строчки из песни напоминают нашу нынешнюю власть. Только вот проблемы, с которыми сталкиваются наши сограждане, куда важнее и куда масштабнее, чем выращивание крокодилов, ловля крокодилов, извините, и выращивание кокосов. Сегодня мы обсудим вопросы текущей повестки с политологом Виктором Гуреу. Господин Гуреу, добрый вечер. Добрый вечер. Вторым гостем предполагался у нас должен был быть представитель партии социалистов, представитель оппозиции, так как за те две недели, за те две с лишним недели, сколько существует платформа «Общая повестка», за те несколько недель, уже шесть или семь недель, сколько идут массовые протесты в Кишиневе, у народа и у населения накопилось множество вопросов к оппозиции. И, как всегда, они остаются, к сожалению, к великому сожалению, без ответа. И всегда грустно, действительно грустно видеть, когда оппозиционные партии как-то либо избегают разговора, либо избегают каких-то вопросов. Очень не хочется думать, что к нам сегодня не пришли представители партии социалистов, потому что они боятся неудобных вопросов или же привыкли работать по некой четко заданной своей повестке. Но уже, как есть, мы сегодня обсудим с вами в деталях все эти вопросы, которые мы хотели обсудить. Но сначала я вас спрошу, господин Гурео, почему, как вы считаете, партия социалистов сегодня не находится в нашей студии? Ну, я полагаю, им неудобно. Первое, самое малость. Второе, нет повестки дня. У оппозиции на сегодняшний день, у парламентской оппозиции, нет повестки дня, политической повестки дня. Дело в том, что вся политика партии социалистов строилась на геополитическом факторе. Не на собственных каких-то начал и идей, а именно на дружбе Молдовы с Россией. Сейчас не модно дружить с Россией. Вообще-то посыл социальный такой, социально-политический. И, конечно, вопросы, которые нужно обсуждать, требуют более детального анализа, детальных знаний. Не лозунгов, а именно знаний, более детальных предложений, которые бы дали бы четкий ответ гражданам, почему это творится и где же роль оппозиции во всем этом. К сожалению, и вне парламентская оппозиция не столь активна, вообще не активна для того, чтобы предложить некую другую повестку дня, политическую, социально-политическую, экономическую. Мы присутствуем на некий соревновательный процесс с точки зрения лозунгов. Или кто громче прокричит лозунг какой-нибудь, чем более такой тонкий, прагматичный и детальный анализ ситуации. Поэтому, конечно, избегают такие студии, как ваш канал, и избегаются те студии, которые будут задавать прямые вопросы и требовать прямые ответы. Можно ли сказать, что то, что произошло и то, что происходит сегодня с партией социалистов, именно пропал тот геополитический фактор, который давал им силу и наполнял их содержанием? Можно ли сказать, что исключение данного геополитического фактора только лишь подтверждает тот факт, что, как говорил нынешний вице-премьер господин Серебрян в свое время, что в Молдове нет политических партий, есть исключительно геополитические. Соответственно, пропажа этого геополитического фактора, по сути, опустошила повестку целого ряда партий, в том числе партии социалистов. Давайте вспомним ту же проблему, с этой же проблемой сталкивалась партия коммунистов, после того, как ушла из власти, практически, будем так говорить, теряя поддержку геополитического партнера, потеряла практически весь ресурс. Это проблема и правых партий. Безусловно. Да. И мы можем наблюдать за тем, как идут дела унионистов, которые, в принципе, трубили, что в нашем обществе практически 50% румынского гражданства, а в конечном итоге в электоральном плане практически ничего. В конечном итоге и у нынешней власти та же проблема. Я не столкнусь с нею рано или поздно. К сожалению, на внутреннюю политику, на внутреннюю социально-политическую жизнь в Республике Молдова внешний фактор влияет очень сильно. Очень сильно. Поэтому все политические формирования практически сформированы на двух факторах. Сильный лидер и геополитический внешний партнер. К сожалению, и партия социалистов ждет примерно ту же участь, как и партия коммунистов, когда политический титаник уйдет ко дну. О сильных лидерах мы еще, пожалуй, поговорим чуть позже. Предлагаю перейти к вопросу об очень насущном таком вопросе энергетики. Конечно же, буквально на днях комиссия по чрезвычайным ситуациям уже выступила с постановлением, касающегося ограничения использования электроэнергии у экономических агентов и физических лиц. Этот вопрос и вопрос энергетической безопасности обсуждается очень много и широко на протяжении уже достаточно долгого периода времени. Только вот в последнее время создается впечатление, что уже мы на то, что происходит, повлиять по сути не можем. Региональная конъюнктура уже такая, какая она есть, обстоятельства такие, какие они есть. То есть все, что происходит, те отношения, которые сформировались между государством, между экономическими агентами, будь то Молдова, ГАЗ и Газпром и так далее, это уже все такое, какое оно есть, и мы не можем делать ничего, кроме как плыть по течению. Или же мы все-таки, господин Гуреу, можем что-то сделать в данной ситуации? Я бы не был бы столь однозначен в суждениях и в оценках касательно того, что делает правительство. Правительство, по моему субъективному мнению, очень тонко и хорошо пользует ситуацию для введения неких реформ, так называемых, используя инструментарий шоковой терапии. Поэтому я думаю, что правительство знает, что делает, и делает это с пользой для себя очень хорошо. В чем они выражаются? Они выражаются в первую очередь в использовании ситуации войны с Украиной для того, чтобы уравнивать тарифную политику на территории Республики Молдова с тарифной политикой в Европейском Союзе. Им это очень хорошо удается. На моей памяти такой инструментарий шоковой терапии применялся только в одной стране, ныне уже членом Евросоюза, который называется Польша. Когда она пропустила свою страну, я боюсь ошибать правительство, называть правительство, но пропустила страну через шоковую терапию. Когда рост цен и уравнивание тарифной политики был главным инструментом для того, чтобы запустить общество ко второму циклу, а именно цикл принудительной капитализации. Дело в том, что тарифная политика или капитализация публичного сектора очень сильно зависит от ценовой политики услуг. И вот именно эта ситуация пользуется правительством для того, чтобы эту ментальность немножко у молдавского гражданина изменить. В чем выражается она? Да, пожалуйста. Война на Украине. Молдаванин думает очень-очень шаблонно. Будь что будет, лишь бы не было войны. Восприятие стопроцентно благоприятное для того, чтобы именно внедрить вот эту политику. А сейчас мы берем именно энергетический сектор, является практически главной долей в баловом национальном продукте Республики Молдова и является одним из главных продуктов рынка Молдовы. Без энергоресурсов практически нет ни одного продукта, кроме сельскохозяйственных и то. Сельскохозяйственные и зависят от того, сколько будет стоить дистоплива, бензин и тому подобное, которые потребляют. В конечном итоге, на данном этапе гражданин привыкает к той идее или к той ситуации, что за качественность, за услуги нужно платить. Качественные, а не некачественные уже потом. Что мы можем делать? Мы на данном этапе должны требовать сильно-сильно компенсации для малоимущих. Именно мы кто? Это общество, в целом общество. Раз правительство взяло на себя такую ношу, она должна взять на себя и ношу. Кстати, частично они стараются это выполнить, но это недостаточно, потому что принципиально важно понимать, что процессы капитализации имеют благоприятный эффект в целом, в долгосрочной перспективе, но могут быть и негативные. Застопорится процесс коммерциализации или оплаты этих услуг, и тогда может быть крах. В конечном итоге, каков будет результат, но я предполагаю, что это тонко идущий процесс, который приведет в конечном итоге, именно приведет Республику Молдова в лидера по реформированию экономической системы Молдовы. Господин Гурео, если все так, как вы говорите, если все настолько продумано, детально и тонко, почему об этом говорите вы, а не кто из правительства? А потому что невыгодно. Почему мы не слышим, мы даже слышим скорее какие-то обратные, порой даже обратные какие-то вещи тому, что вы говорите, а иногда они настолько мимо, что люди, даже простой человек, простой зритель, простой избиратель, начинают чесать голову и думать, что это тут явно не то, они не совсем понимают, что происходит. И этот посыл, это впечатление действительно складывается в обществе, именно поэтому мы имеем сегодня вот ту протестную волну, которая потихонечку поднимается, потому что создается впечатление действительно, что правительство не совсем понимает, что оно делает. А я вообще-то думал, что это протестное движение вспыхнет чуть пораньше. Вообще-то я ожидал реакции от общества более в раннем периоде, это где-то в августе, в сентябре. В конечном итоге, вы понимаете, дело в том, что подтверждается тот фактор, что то протестное движение, которое, будем так говорить, вспыхнуло, оно имеет тоже некий геополитический оттенок. Я не говорю, я специально сказал протестная волна, а не протестное движение. То есть я говорю про протестное настроение в обществе, Протестная волна в обществе, она обязана быть, потому что масса граждан не могут воспользоваться тем механизмом, который предлагает правительство. Есть проблемы и по сайту Лемни МД, и помните, на заседании правительства привело к отставке одного министра. Есть проблемы и по регистрации граждан для получения компенсации, тоже есть проблемы. Есть проблемы и по уровню объемов компенсации для той или иной группы граждан, есть проблемы. В конечном итоге мы начали с вами дискутировать проблему оппозиции. А чем занимается оппозиция? Кто должен организовать? Но для этого люди должны понимать, что они выходят ради чего-то с ясной повесткой дня. партия, которая призовет граждан к протестам, она должна четко говорить, мы не можем на данном этапе покрыть фактуры по электроэнергии, по газу, по этому, потому что рост цен превышает в несколько раз доходную массу граждан, или доходы граждан в целом. В конечном итоге мы предлагаем первое, одно, второе, третье. Каков должен быть их посыл к гражданам для того, чтобы граждане поверили им? Я вам говорю с точки зрения психологии общей массы восприятия. Будь что будет, лишь бы не было войны. В конечном итоге все политики не будут говорить правду. Потому что у всех политиков, у всей массы власти есть некая повестка дня, которая гражданину неизвестна. Она подается только тонкому анализу, синтетическому анализу и объяснению граждан именно в дебатах, в телевизионных передачах и тому подобное. Почему партии... Но даже этого мы не видим. Они ходят по программам представителей власти, представителей правящей партии. И подобного анализа, который вы выдали, относительно их тонких и продуманных действий, мы этого не слышим. Потому что невыгодно. На данном этапе у оппозиции нет другой повестки дня. Выгодно держать народ в неведении и наращивать стиле недовольства, которое есть. Выгодно, потому что есть один очень немаловажный фактор. Война на Украине. Война все списывает. Как воспринимается в народе? Ну, естественно. Да. Это самые простые инструменты. Но это оправдание уже потихонечку становится старым. Старым. Она становится уже не то, что непопулярным, старым. Но в то же время, в то же время, у оппозиции нет другой повестки дня. И это выгодно, очень выгодно власти. Так называемая удобная оппозиция. Удобная оппозиция, потому что нет оппонирующей силы. Оппонирующая сила – это не массы. Массы нужно организовать. Оппонирующая сила – это политические партии, политические формирования. И вы правильно подметили. Прошло две недели. С того момента, как было подписано общее заявление об совместных действиях оппозиции. Общая повестка. Где они? Где эта повестка? Где эти действия? Их нет. Поэтому власти это удобно. Мы затронули коротко, еще до эфира, ситуацию с Кучурганской ГРЭС. И то, как обстоит ситуация с энергетической безопасностью на левом берегу Днестра. И там, как показали последние новости, тоже все не так сладко. Господин Гуров, по вашему мнению, вы, собственно, и сказали, у вас была такая цитата, что все вопросы энергетики и энергетической безопасности на сегодняшний день носят исключительно политический характер. Так вот, с политической точки зрения, сможет ли, как вы считаете, общая беда в виде энергетического кризиса сблизить два берега? И может ли это сближение, если не решить проблему газового кризиса, то как минимум ее облегчить для обоих берегов? Ну, в конечном итоге, я полагаю, что финальный аккорд именно этого и будет. Дело в том, что нашим гражданам нужно четко и честно говорить. И газотранспортная система Украины будет потихоньку выведена из системы, общая система поставок. Для этого делается все возможное всеми сторонами именно этого процесса, конфликтного процесса. Поэтому южные ветки, магистрали, которые на данный момент... Почему, извините, пожалуйста, почему это выгодно обеим сторонам? Дело в том, что как Российская Федерация, так и Европа, которые вводят санкции, практически ограничивают доступ к этим магистральным трубопроводам. Давайте будем говорить честно, рядом с нами на Балканах практически 2-3 страны, которые еще питались из этих газопроводов, уже перестали покупать российский газ. Ну, я извиняюсь, не то, что перестали покупать российский газ, покупают российский газ, но через других трейдеров. Трейдеры – это продавцы свободно независимые. Они могут быть турецкие, они могут быть голландские, они могут быть любые. И не зависит от того, через какую трубу прокачивается этот газ. Чтобы было понятно, будет ли газ в Молдове? Будет. И газ, и электричество, и мы должны наших граждан успокоить. А сейчас предметно по тому вопросу, который вы задали. Общая беда. Она наступает. Мы о ней говорили еще 10 лет назад. Рано или поздно конфликтная ситуация, которая создалась в результате Майдана, приведет к неким геополитическим разломам регионального характера, глобального характера. Вот они и привели к этим разломам. Российская Федерация ищет другие пути доставки или продажи своего ресурса, энергетического ресурса. На днях президент России сделал предложение Турции для того, чтобы построить на территории Турции хам, энергетический хам. Это означает, что те газовые склады подземные, которые были на Украине, скорее всего, будут в Турции или в другой стране какой-то. Значит, в принципе, газопроводы Ямал-Польша, они вне рабочей системы. Газопроводы Нордстрим-1 и Нордстрим-2 знали, что случилось. Сейчас наши южные ветки, или будем говорить ветки, которые прокачивают газ через территорию Республики Молдова, это две ветки южные, которые идут в сторону Румынии и Болгарии. И Ананин-Ужгород, который идет в сторону Словакии, если я не ошибаюсь, там есть свои хабы. В конечном итоге, когда нет потребителя в конце трубы, нет интереса наполнять трубу. Поэтому у нас воспринимается это как геополитический момент, как геополитический шаг со стороны России. А это чисто технический, коммерческий. Куда прокачивать? Для Республики Молдова только? Или в Словацкий хаб? Это же под санкции находятся. Или под ограничениями, или под потолок цен, которые вводят Евросоюз на российские энергоресурсы. Поэтому рассматривать нужно очень честно и очень тонко. Использовать или в дальнейшем газотранспортную, украинскую газотранспортную систему невыгодно. Плюс к тому, последний штрих. В последнее время Российская Федерация наносит точечные удары, как выражаются военные, с помощью высокоточных систем поражения. Именно энергетические и энергетическую инфраструктуру Украины. Как эта ситуация все-таки отразится? Давайте будем честно. Рано или поздно. Рано или поздно. И те 60% не будут в трубе. Поэтому правительство делает правильно, по моему мнению, дает Молдова Газ кредит через Энергоком, для того, чтобы рассчитаться с Газпромом. В это же время берет в залог именно газотранспортную систему на территории Республики Молдова, которая может быть использована в случае какой-то точки Х для поставки из другого источника. А сейчас отношение между правым и левым берегом. Ничего не объединяет, как беда. Лучше всего. И шаг правительства Республики Молдова, возвращаясь к первой мысли, шаг правительства уступить Кучурганской ГРЭС необходимый ресурс газа для того, чтобы производить электричество, необходимое для правого и левого берега, воспринимается и на левом, и на правом берегу очень и очень положительно. Вне зависимости от того, что собственник Кучурганской ГРЭС нелегальный по молдавским законам, и он не был, будем так говорить, акцептирован или легально утвержден. Речь про российский интернет. Поэтому эти действия, наоборот, сближают. Эти действия показывают, что в трудные моменты можно отбросить в сторону вопроса, который нас разделяет, в принципе. И сконцентрировать свое внимание на то, чтобы вместе доплыть до берега, вместе в одной лодке. И я думаю, что те политики, которые находятся сейчас в Приднестровье, и которые тешили себя идеей, что, возможно, кто-то дойдет до Приднестровья или тому подобное, после того, как был уменьшен объем поставок газа и для Приднестровья, понимают, что газотранспортная система через Украину рано или поздно умрет. И в конечном итоге только вместе все правительства Республики Молдова может решить вопрос реверсом поставки или через новый газопровод, который построен, Онешты, Лицкань, Скулень, Унгень, на Кишинев, поставки и обеспечивать и левый берег газом. Поэтому, да, не все вопросы можно решить. Но те вопросы, которые решаются на данном этапе, они решаются, по-моему, правильно. И они, конечно, тоже являются фактором, почему на данном этапе у оппозиции нет некой ясной повестки дня по данному вопросу. Да. Это, пожалуй, действительно многое объясняет. И предлагаю перейти от вопросов внешних и вопросов реинтеграции к внутренним и не менее важным. Потому что в последнее время, вот мы как раз говорили про Адженда Кумуны, про платформу «Общая повестка», и первым их шагом совместным было отправление совместного заявления в Венецианскую комиссию касательно нового избирательного кодекса, который предлагает ЦИК. И который парламент уже в июле проголосовал в первом чтении. И в ближайшие недели планируется голосование во втором чтении. Пока точной даты, насколько мне известно, нет. Но в предложенном кодексе написано, что дата вступления его в силу 21 ноября. То есть мы, в принципе, ожидаем с недели на неделю голосование во втором чтении. Так вот, у гражданского общества и у оппозиции касательно этого избирательного кодекса очень много вопросов. Это изменение структуры ЦИК, это и закрытые заседания, которых ранее не было. Точнее, предусмотренное положение для закрытых заседаний, которых ранее не было. Право ЦИК отстранить одного члена комиссии. К слову, да, теперь в структуре ЦИК только будет один представитель оппозиции. И также у ЦИК появляется право одного члена какого-либо отстранить. Ну, оппозиция справедливо, наверное, полагает, что тот самый член, которого будут отстранять, это будет именно представитель оппозиции. Также среди претензий ужесточения контроля финансирования, а также интернет-голосование. Внедрение интернет-голосования, они считают, что это прямая дорога к фальсификациям. Ну, как говорится, выигрывает не тот, за кого больше проголосовали, а тот, кто считает голоса. Поэтому здесь... И на самом деле то предложение... Великие слова, Йосиф Абрис Арион. Нет, мне кажется, это сказал американский писатель. Я сейчас запамятовал имя, но это было... Если я правильно помню, то ли Теодор Драйсер, то ли еще кто-то, неважно. Я пошутил. Вы меня проверили, а вы не пошутили. Давайте с точки зрения избирательного... Да, ваше мнение касательно этого. Зря оппозиция начинает с этого. Почему вы так считаете? Дело в том, что для того, чтобы был слышен голос оппозиции, должны быть очень сильные лидершипы. Для того, чтобы люди им поверили, то, что они говорят. Очень важно тот, кто говорит, а потом что говорит. Как у нас в обществе встречают по одежке, провожают по уму. Поэтому, к сожалению, на данном этапе и у правой оппозиции, и у левой оппозиции, и у центристов нет сильных лидеров. За исключением двух-трех человек, которые, в принципе, пока что заняли позицию выжидания, вот так, момента. Это первое. Второе. Беспокоенность оппозиции, конечно, очень и очень важна. Но граждане будут считать ее важным для себя, когда поймут, что она важна и для самой оппозиции. Пока что граждане воспринимают обратное, что оно для оппозиции не столь важно, потому что нет каких-либо других дебатов, каких-либо движений, каких-либо акций, какого-либо механизма действий, которые бы дали понять гражданину, что этот вопрос настолько важен. Или его так кинули заявлением для галочки. Вот галочка не хочет. И все. Поэтому есть многие вопросы, которые зависят от самой оппозиции. Вопросы очень важны. Давайте посмотрим состав Центральной избирательной комиссии. Разве проблема состава Центральной избирательной комиссии на ВАР для нас? Нет. Любая оппозиция в Республику Молдова винила власть, что хочет себе подчинить ЦИК. Это всегда традиционно. Очень даже традиционно. Плюс к тому, оппозиция немножко шкурничает, когда говорит о том, что мы предполагаем, или у нас есть какие-то предположения, что именно нашего представителя или представителя оппозиции будут исключать в таком специальном режиме. А я не уверен. Я не уверен, потому что, представляете себе, какое удовольствие будет для оппозиции, когда власть решится на то, чтобы исключить из состава ЦИК, а именно представителя оппозиции. Тогда другой рекламы и не нужно. Черный пиар тоже пиар? Абсолютно верно. Плюс к тому в нынешней ситуации. Плюс к тому в нынешней ситуации. Само по себе состав комиссии. Да, к составу комиссии есть очень много вопросов. И они очень оправданы. С точки зрения качества делегированных туда индивидуумов. Каков их уровень профессиональной подготовки. Либо на данном этапе создается впечатление, что уровень профессиональной подготовки намного ниже, чем было раньше при других так называемых политических режимах. Поэтому это проблема. И эту проблему власть должна разъяснить. То, что касается электронных голосований. Дорогие. Мы говорим об этом уже 20 лет. Вы знаете, сколько денег у Мухана в эту программу? Это народных, государственных денег из бюджета. Очень много. Очень много. Поэтому мы должны, и я думаю, что оппозиция должна требовать, чтобы этим вопросом занимались специалисты. Специалисты в области IT. Которые должны дать четкий ответ. Если готова центральная избирательная комиссия технически, технологически и вообще социально-экономически внедрить эту систему. С политической точки зрения это очень оправданно. Мы имеем очень большое количество граждан, которому нарушаются гражданские права. Конституционные права. Его право на голос. Где? В республике Молдова. Потому что он может быть находиться в объезде. В той стране, где у нас нет посольства. А у нас ограниченное количество. Почему гражданин должен платить свои кровные деньги для того, чтобы в день голосования быть в то место, где желает центральная избирательная комиссия и власть открыть избирательные участки? То есть мы возвращаемся к вопросу о том, что мы должны дать право голоса всей диаспоре вне зависимости от того, где она будет находиться. А у нас никто не отобрал это право. Есть какой-нибудь законодательный документ, который ограничивает право? Нет, но это не является обязанностью государства предоставлять гражданам. Это обязанность государства, это не обязанность гражданина голосовать. Но государство не обязано предоставлять... Государство обязано создавать условия для того, чтобы граждане свободно и честно выполнили свой долг перед государством. И вот на данном этапе... И на данном этапе оно их создает. Мы должны разделить очень четко вопрос касательно права граждан и вопрос профессионального характера, технического и технологического характера. Если специалисты говорят, что технически и технологически на данном этапе это надо или это возможно, технически и технологически при этом обеспечивать безопасность голоса, то вопрос решен. Вот здесь как раз вопрос, извините. Вопрос в другом, извиняюсь. Почему оппозиция столь поздно подняла этот вопрос и так остро реагирует на это? Приближаются местные выборы. Гражданский конгресс, насколько мне известно, поднял этот вопрос, когда было проголосовано в первом чтении. Но только гражданский конгресс. Да. Потом эта история, эта новость вышла на поверхность уже, когда они сели за стол. Были какие-нибудь круглые столы. Парламент, насколько мне известно, организовывал публичные слушания. Публичные слушания, парламент, выполняя требования закона. Да, да, конечно. Да. А скажите, пожалуйста, оппозиция или будем так пользоваться, объединенная оппозиция создала какой-нибудь круглый стол, либо созвала какой-нибудь конференцию, либо какие-то дебаты специального характера в этом направлении? Вы слышали про это? Я не слышал. Вы знаете, очень легко говорить, а вот никто не хочет делать что-то конкретное для того, чтобы или не могут. Давайте зададимся себе вопросом. Да, гражданский конгресс говорил об этом. Гражданский конгресс предлагал некую конференцию или, будем так говорить, дебата на этот счет. Больше никто. Я не слышал. Если вы слышали, давайте пример. И последнее. Приближаются местные выборы. И вот тут-то проблема для оппозиции. Потому что граждане, которые находятся за рубежом, заполучат право участвовать в местных выборах. Находясь во Франции, он может проголосовать в Фарладенах, либо в Каушанах, либо в... А это его право. Он там зарегистрирован, у него такая там собственность. А может быть, он находится в командировочном. Вы понимаете, дело в том, что аргументировать, каждая сторона будет аргументировать. И последний штрих. Конечно, пока нет законодательно каких-либо ограничений для гражданина участвовать в свободных выборах, его права нужно соблюдать. Где бы он ни находился. Согласен. С вами мы продолжим обсуждение избирательного кодекса и ряда других вопросов. После рекламы она полетит незаметно. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию и сегодня мы обсуждаем вопросы текущей повестки с политологом Виктором Гуреу. Господин Гуреу, мы в первой части нашей программы обсуждали избирательный кодекс и конкретный интернет-голосование. Так вот, оппозиция, в целом, безусловно, те аргументы, которые привели вы, в том числе, что касается голосования наших граждан за рубежом, они имеют место быть, но оппозиции крайне... Не нравится, наверное, не то слово. У оппозиции есть большие претензии к тому... Не выгодно. Ну нет, подождите. Они достаточно неплохо аргументируют свою позицию в том плане, что я открыл предложение ЦИКа касательно нового избирательного кодекса. И что касается системы Е-Вотаре, которая именно и подразумевает голосование через интернет, там есть такие положения, которые... У нас была программа, где был господин Полянский из гражданского конгресса и журналист Валерий Реницы, который нас всех четверых в студии моего соведущего оставили без слов. Так вот, гласит оно следующее, что интернет-голосование проводится в течение трех дней с понедельника по среду в неделю, когда будет день голосования. То есть, соответственно, за неделю до воскресенья. Три дня. В эти три дня гражданин может отдать голос несколько раз, не изменить свой голос несколько раз. Засчитываться будет только тот голос, который был отдан последним. Если гражданин после того, как он отдал голос в эти три дня, идет физически на избирательный участок и отдает голос на бюллетене физически, то учитывается только физический голос, а тот голос убирается. Очень много возможностей для появления бардака. Тут даже не идет речь пока про умышленные фальсификации и так далее. Это само собой оно как бы понятно. Очень много каких-то возможностей для того, чтобы что-то пошло не так, и возникли вопросы к легитимности выборов. Далее. Оппозиция приводит примеры целого ряда стран, в том числе Европейского Союза, которые пробовали, пытались внедрить голосование через интернет, но у них это не вышло в силу разных обстоятельств. Потому что, как правило, естественно, главным вопросом была безопасность голоса. В Германии и вовсе интернет-голосование признано неконституционным. Во Франции оно применяется частично и только для, если я правильно помню, для отдаленных территорий Карибского бассейна, и то на выборах только в парламент. Президенты они не могут выбирать по интернету. То есть очень много «но». В связи с чем вопрос. Не думаете ли вы, что вот эти положения, которые были включены касательно интернет-голосования и так далее, то, что именно возбудило оппозицию так сильно, были включены туда для какого-то, не знаю, может быть, отведения внимания от чего-то, может быть, для того, чтобы оппозиция подпрыгнула после первого чтения, а перед первым чтением они убрали эти положения. Не считаете ли вы, к слову о том, что вы говорите, что действия нашего правительства и нашей власти настолько тонко продуманы, и они прекрасно знают, что они делают, не считаете ли вы, что это некая игра, некая вот, мы поставим вот это интернет-голосование туда, все на него накинутся, а мы что-нибудь вот сделаем. Или это, может ли это быть какой-то план нашей власти, если уж на то пошло? Ну, во-первых, давайте так. У представителей нашей власти и у наших политиков, находящихся у власти, не столь развиты мозги, в профессиональном плане я имею в виду, для того, чтобы продумывать такие тонкие игры. Они у нас очень хорошие исполнительные инструкции. Поэтому говорить о том, что некие ходы, выходы, я не соглашусь. Идет полномасштабное, идет полномасштабное выполнение инструкции обеспечения голоса. Голоса, куда, в какую сторону, понятно, что куда и в какую сторону ведет или голосует диаспора. А чьи инструкции? Это инструкции советников, которые на сегодняшний день их предостаточно в молдавских структурах молдавской власти. Это зарубежные. Это первое. Второе. Я не видел столь возбудительного негодования со стороны оппозиции. Я, конечно, приветствую то, что обратило внимание общество гражданский конгресс. Именно гражданский конгресс, который является внепарламентской оппозицией. Или, будем так говорить, более идейной оппозицией с точки зрения защиты прав граждан. Других каких-либо партий по данному вопросу я не видел, чтобы было каких-либо действий. Вопрос в другом. Я напомню вам, для того, чтобы защищать гражданский голос, в Австрии должен был, послужил клей. Который использовался для того, чтобы клеить конверты с голосами граждан. И были аннулированы выборы. Поэтому ту ношу, которую берет на себя власть, это тоже нужно, будем честно говорить, нужно положительно воспринимать. Потому что там потрачены наши с вами деньги. Те, которые мы оплачиваем как налоги. Мы же понимаем, что это было все, если вы говорите, что это продолжалось 20 лет, то это примерно мы понимаем, кто тогда находился у власти. И каждый использовал ситуацию для того. Кто под какими предлогами выделял какие количества денег для того, чтобы... Правильно. Нет ни одной власти, которая бы не тянула на себя одеяло. Ни одной. Как все власти, которые были, в той или в иной мере влияли на результат. Через фальсификацию не берусь. Но у нас все выборы признавались частично свободными. Частично легальными. Поэтому говорить о том, что нынешние власти являются шулерами, а те были святошами, тоже нельзя. Я жду от оппозиции конкретных предложений. И создается впечатление, что я защищаю власть. Нет. Я хочу, чтобы оппозиция правильно и четко, интенсивно оппонировала власти, а не просто высказывала мнение. Вот они отправили запрос в Венецианскую комиссию. Запрос в Венецианскую комиссию придет с четким ответом. Это право, суверенное право любого государства устанавливать механизм голосования. Давайте посмотрим. Механизм голосования, который применяется в некоторых странах, которые голосуют 2-3 дня. Не столь внушительный какой-то, сверхъестественный какой-то процесс. Я жду предложения от оппозиции. По моему мнению, электронное голосование применяется и сейчас. У нас совмещенный голос. Потому что вы, когда идете на избирательный участок, вас и ДНО вклинивают в базу данных, и вместо вас не могут проголосовать. Существует... Одно дело, когда идет учет избирателей, господин Гурова, здесь мы должны отделить зерна от плевел. Одно дело, учет избирателей, другое дело, безопасность голоса. Вы регистрируетесь, идет определенный контроль над... регистрируетесь, идет определенный контроль за процессом голосования. И конечный продукт, это буллетень, который вы... Но сам голос-то не попадает в интернет. Сам голос физически... Как? Вы имеете в виду за или против? При подсчете, да-да. А это не важно. А это не важно, потому что управляете вы этим процессом, уже не тот оператор, который вас регистрирует, а вы. Сейчас на предмет того, что касается, нужно ли сейчас вводить, появляется вопрос, а когда? Вопрос на самом деле, я поэтому и спросил вас касательно того, что... Я думаю, что болезненная реакция оппозиции, это связано с тем, что партия власти хочет внедрить эту систему электронного голосования до именно выборов местного значения, генеральные выборы местные до 2023 года. И диаспора будет голосовать вне зависимости от того, где находится, будет голосовать за тот или иной результат, который будет в Фарладенах, Каушанах, Вокнице и тому подобное. И понятно, как голосует... Ну, в процентном соотношении понятно, как голосует диаспора. Мне кажется, у горожан, у самих горожан, и в том числе кишиневцев, будет очень много вопросов к людям. Очень много вопросов. Люди, которые, не живя в Кишиневе, будут выбирать его руководство. Но это уже мы с вами должны четко обозначить, политического характера вопроса и технологического характера. А у нас, мне кажется, все политического характера уже без поднимания. Я думаю, что технология позволяет на сегодняшний день контролировать свой голос. То же самое, как вы можете контролировать свой счет в банке. То же самое, как вы можете контролировать фактуры, платежи. То же самое систему можно обозначить. И здесь ловушка именно для этих, которые находятся у власти. Они на себя берут ношу. Вы понимаете, любой процесс, это палка, которая имеет два конца. Один позитивный результат, другой негативный результат. Потому что активная оппозиция, да, может привести к аннулированию выборов. Может привести. А я задаюсь вопросу. Если на данном этапе оппозиция, или будем так говорить, объединенная оппозиция, считает, что это противоречит нормам Конституции и обращается в Венецианскую комиссию, почему не ждать утверждения в последнем чтении и обратиться в Конституционный суд? Господин Гуреев, у меня вопрос. Почему, вот вы говорите, что сегодня есть такие механизмы, технически позволяющие интернет-голосование? Почему тогда в тех странах, которые это пробовали, почему они не хотят этого делать? Почему они остаются вот именно приверженцами бумажного голосования? Почему в Германии это неконституционно? Дело в том, что я не анализировал, я не знаю законодательство Германии, но я знаю структуру общества Германии, там лэнды, там у них свои законодательные акты в каждом лэнде, или в каждом, будем так говорить, субъекте генерации. Поэтому есть вопросы касательно законодательного характера. К примеру, лэнд Мюнхен, законодательство, в корне отличается от лэнда Гамбург, или Саксония, либо Померания, или как там их сейчас называют, эти территории. Поэтому есть множество вопросов. Мы не можем на данный момент кормить народ именно винегретом, салатом оливье. Мы должны четко понимать, в чем выражается протест оппозиции, в том, что есть риск для фальсификации, в любом голосовании есть риск для фальсификации. В любом голосовании. Вопрос вероятности. Но я предлагаю сильно много внимания не уделять этому вопросу, дождаться, во-первых, реакции венецианской комиссии, чтобы посмотреть, действительно ли они ответят так, как вы говорите, потому что тогда это будет уже какая-то конкретная бумага в руках платформы общей повестки. И там дальше уже будут те обсуждения. Я хотел закончить предмет того, не является ли это тонкой игрой. Нет, потому что на данном этапе все, что законодательно принимает этот законодательный форум, он практически приводит к тому, что старается менять менталитет и подход. Менталитет кого? Менталитет гражданина. Гражданина Республики Молдова. Был один опальный политик, который заявил о том, что нужно менять менталитет. А есть очень сильное такое классическое поверье. Что толку, что меняем правительство, если не меняем менталитет? Дело в том, что мы привыкаем к чему-то. Мы привыкаем к чему-то. И мы очень болезненно отказываемся от тех привычек, не говоря о тех ориентах материального или иного политического характера, которые нам предлагает оппонент. В конечном итоге мы оппонируем, оппонируем аргументацией. Вот на примере Германии. Мы с вами поговорили. Есть законодательные, потому что есть федерация. В Австрии я вам привел пример, что послужило причиной для отмены голосования. Простой клей на почте, который зафиксирован, что он легко отклеивается, и можно поменять бюллетень. Есть очень много факторов и есть очень много примеров. Но мы должны следовать некой логике. Что мы хотим для нашего общества? Мы хотим для нашего общества соблюдение прав гражданина, где бы он ни находился. Гражданин имеет в кармане паспорт и имеет право на голосование. И в те механизмы, которые на данном этапе есть, и помните, какой спор был очень интенсивный, например, сколько голосовых секций открыть за рубежом. Помните, какие дебятки? И какая оппозиционность по этому отношению. Значит, это действие, которое в принципе направлено не на защиту прав гражданина, а напротив, на сужение этих прав гражданина. Но я анализирую с точки зрения существующего законодательства. Нет законодательного акта, который ограничивает право гражданина именно фактором нахождения за пределом населенного пункта, где он зарегистрирован. Все. Мы коснулись платформы «Общая повестка». Это на сегодняшний день один из двух таких протестных фронтов, оппозиционных фронтов, пока еще не протестных. Но прошло две недели, как мы уже сказали, но до сих пор у людей есть вопросы касательно того, как эта платформа появилась. И даже те немногочисленные появления в публичном пространстве участников этой платформы особо ясности не внесли, потому что сначала одни говорили в публичном пространстве, что эта инициатива была гражданского конгресса, потом вроде как узнали, что это господин Иоанн Дрон собрал их всех за одним столом, потом господин Дрон сказал, что он только лишь подписывал приглашение, а на самом деле обсуждение было еще там с рядом политических лидеров, лидеров политических партий. Затем появляются расхождения касательно того, что это вообще на самом деле, это есть какая-то политическая платформа, это предпосылки к созданию избирательного блока, возможно, это дискуссионная платформа и так далее и тому подобное. Вопросов меньше не становится с течением времени, поэтому я, собственно, сожалею о том, что представитель данной платформы сегодня к нам не смог присоединиться. Так вот, господин Гуреу, что же, по вашему мнению, есть такая платформа общая повестка или Адженда Кумона? А равным чатам ничего. Что последовало потом за подписанием этого соглашения? Восьмерых, если я... Восьмерых. ЛДПМ потом сказали, что они не поняли, куда они... Точнее, поняли, куда они пришли и покинули ее. Ну, понятно. Но было их восемь там. Да, изначально, да. Приглашение приняли восемь. Но ниже восемь. Конечно. Да. Ну, давайте так. Кого представляет, к примеру, примар колонит? Избирателей. Избирателей. Своих и жителей колонит, и в том числе, последователей своей партии. Да, хорошо. Господин Дрон, я к чему? Не к тому, что я имею каких-либо претензий по отношению к ним. Но где электоральный вес? Где лидеры? Ярко выраженные лидеры? Кроме господина Чебана, господина экс-премьер-министра Ион Кику, и, конечно, более активного чуть-чуть на сегодняшний день гражданского конгресса, который почему-то тоже сидит в кусты и ждет что-то, я не видел там политической весомой силы. Дело в том, что... Я не зря социалистов не назвал, потому что там их вообще... Нет. Это масса, которая в принципе на данном этапе вредит оппозиционности. То же самое, как и партия ШОР. Пока существует, пока существует вот этот мотив или предпосылки для того, чтобы лидеры этих партий были осуждены, а некоторые уже осуждены за столь громкие дела коррупционные, они только наносят вред оппозиционности, идеи оппозиционности. Потому что власть всегда будет показывать пальцем, что это кучка воров, которые хотят защищать свои интересы и себя спасти. Непосредственно про лидеров. На данном этапе я вижу ярко выраженных лидеров политических, которые могут предложить нечто обществу. Господин Чабан, господин Ткачук, господин Кику. И, конечно, не понимаю, почему не было там господина Усатова. Не понимаю. Потому что я все-таки... Приглашение, я так понимаю, было разослано только 10 партиям, из которых 8 приняли приглашение. Платформа «Да». Платформа «Да» и партия «Верди Экологисти», если я правильно помню, не приняли. Значит, если не пригласили, не пригласили. Но я считаю, что с точки зрения оппозиционности, именно наша партия имеет еще что-то предложить обществу. Наша партия, Гражданский Конгресс, партия «Мэн», как господина Чабана, и партия господина Кику. Насколько скоординированы действия между ними, мне трудно говорить. Потому что вы помните, какие взаимоотношения, на каких, будем так говорить, тональностях закончились взаимоотношения между выходцами из партии коммунистов. Я имею в виду Гражданский Конгресс, социалисты и господин Чабан. А господин Кику и Рената Усатый вообще в конечном итоге далеки от той формации, политической формации, из которой вышли вот эти вышенадки. Ну, господин Кику, тем не менее, был и работал в правительстве гречан, если не ошибаюсь. То есть, по крайней мере, к социалистам он, по крайней мере, точно близок. Да, близок, учитывая, что с точки зрения профессиональности, профессиональная работа в правительстве, да, участвовал в процессах. Круглый стол ли это? Скорее всего, больше похоже на круглый стол, чем на какую-то политическую платформу. Она больше не получается, да. Потому что результат само по себе пока очень, даже наоборот, негативный. Потому что вы сами отметили, что нет, после этого ничего не последовало. Я жду все-таки более конкретной и более ясной повестки дня вот этой оппозиционной массы. Что будет она из трех партий, что будет из четырех партий, что будет из пяти партий. Я жду некие предложения для общества, которые бы дали ответы. Именно так, как вы подметили, с точки зрения той политики в периоде осенне-зимнего периода. Или свое видение над действиями правительства. Но не используя, как господин Кику, личную атаку на одного, на другого. А на феномен, предлагаемый правительством. На феноменом управления, администрирования государственных дел. Пока что оппозиции, или будем так говорить, участвующие партии, выглядят в восприятии граждан, как люди, защищающие свое право стать начальниками. Больше ничего. Вы в своем недавнем посте назвали платформу Адженда Кумуна системной оппозицией, созданной Марком Ткачуком и компанией. При всем при том, что такое впечатление действительно у многих сложилось, по крайней мере, уж точно в начале, в момент создания Адженда Кумуна, что именно Гражданский конгресс был инициатором, а господин Ткачук всячески открещивается от данного инициаторства. Почему вы все-таки полагаете, что именно Гражданский конгресс и Марк Ткачук были инициаторами и создателями данной платформы? Или вы знаете что-то, чего не знают другие? Они более активны с точки зрения анализа тех или иных решений правительства. Господин Кику более активен на Фейсбуке, или будем так говорить и в медийном пространстве, на личных атаках на неких представителей власти, либо в телевизионных программах. Господин Чабан более активен с точки зрения противостояния центральной и местной властью. Но в конечном итоге, вот эти компоненты, они являются, если вы заметили, я написал Ткачук энд компанией. Это я перечисляю людей, которые по мне имеют достаточный политический, социально-политический ресурс, чтобы предложить обществу некую повестку дня. Других я не вижу там. Других, честное слово, не вижу как лидеров, как политиков, которые предложили бы гражданину нечто стоящее, нечто ценное. А почему сидеть в кусты? Это очень благоприятная ситуация для оппозиции во весь голос заявить о себе, заявить о своей платформе, заявить о своей повестке дня. Этим как раз активно занимается гражданский конгресс. И многие полагают, что они перетягивают на себя одеяло в данной платформе, и участием в этой платформе они убивают сразу двух зайцев. Во-первых, получают большую медийность. Лидеры гражданского конгресса после собрания платформы обошли практически, наверное, все телеканалы, включая, кстати говоря, и наш. У нас был господин Полянский и Марк Евгеньевич Ткачук. А также они по образу и подобию коммунистов могут запрыгнуть, как говорится, в парламент вместе с социалистами. Либо, участвуя в данной платформе и имея ту медийность, которая у них есть, они могут оторвать от социалистов достаточно электората, чтобы самостоятельно зайти в парламент. Так вот, в связи с этим у многих формируется впечатление и ощущение того, что гражданский конгресс в данной платформе солирует и использует ее в своих интересах. К слову, как мы уже сказали, избирательный кодекс. Проблему избирательного кодекса принесли они. И первое совместное действие платформы было с этим связано. С обращением в Венецианскую комиссию касательно избирательного кодекса. То есть, опять же, их инициатива. Я полностью с вами согласен. Одновременно в политике существуют разные факторы. Да, гражданский конгресс более активен. Господин Кику более активен в индивидуальном плане. С точки зрения своих высказываний, деклараций и тому подобное. Но мы не будем забывать, что мы живем в республике Молдова. И у нас очень патриархальная страна. Нужны лидеры. Да, идейный лидер, бесспорно, господин Ткачук. Это идейный лидер. Материализация любого, любой повестки политической, это уже уклад ярко выраженного лидера и команды. На данном этапе я почему удивляюсь, что не последовали какие-то действия. Потому что они имеют такую способность и возможность и профессиональную подготовленность. С другой точки зрения, есть ярко выраженный лидер этой общей платформы. Это Кишиневский мэр. Хотим мы этого или не хотим, но он лидер национального амплуа. Поэтому не говорить об этом нельзя. Мы, опять же, повторюсь, живем в республике Молдова. Будет ли общая повестка дня между гражданским конгрессом, мэном и партией развития и... Развития и консолидации. И консолидации господина Кику. Вот здесь я вижу некое твердое ядро, которое может стать объединительным. Имеется в виду ум, честь и совесть из гражданского конгресса. И мы знаем, что идейно они более подготовлены с точки зрения сегментации в партии коммунистов, которые вышли. Партия социалистов может преподнести или может вынести свою лепту? Может, и опять же, должны эти все вопросы быть объединены. Но с той точки зрения, что гражданину мы должны говорить, не будем забывать, что господин Чабан выходит из партии социалистов. Социалисты и господин Чабан и гражданский конгресс выходцы из партии коммунистов. За столом не было представителей партии коммунистов. Вы понимаете, пока на данном этапе в центре есть некое оппозиционное движение непонятного характера, все оппозиционные партии центристского и левого толка будут осторожничать. Значит, будут осторожничать, чтобы их как-то не смешали с этим движением, так называемым, протестным. В то же время, держать долго народ в недоумении, без ответов на вопросов нельзя. Нельзя. Нужно дать конкретные ответы гражданину и прийти к нему с некой повесткой дня. Как они видят ситуацию, что они предлагают в каждом направлении деятельности общества или развития общества. И как они видят развитие общества. Вы понимаете, дело в том, что мы находимся в неком процессе, который можно назвать стендбай. Когда мы все в ожидании чего-то. От нас зависит, этот процесс будет позитивным, будет процессом развития или будет процесс разрушения. Не только от правительства. Чем сильнее будет оппозиционность, тем качественнее будет процесс управления государством. Пока, к сожалению, мы имеем дело с ростками. Да, гражданский конгресс более или менее активен. А остальные где? Где лидеры гражданского конгресса, которые должны постоянно по каждому из направлений давать разъяснения. Да, молодцы. Полянский и господин Реницы высказали свою точку зрения или свою позицию. И я аплодирую этому. Но другие лидеры... А где господин Мунтян? Где другие? Господин Тодува. Другие лидеры. Местные лидеры. Или кроме господина Чабана в Мане там кто-то еще есть? Давайте мы должны его видеть. Или у господина Кику есть кто-то еще? Есть какая-то платформа? Есть какая-то программа? Или только его высказывают? Мы возвращаемся вновь к вопросу о наличии у партии не только лидера, но и важности команды. И команды. Потому что лидеры это важно. Но идейная команда это воплощение. Воплощение или будем так говорить твердое ядро, которое может привести оппозиционное формирование во власть. Да, партии одного человека, к сожалению, уже показали, что они сейчас могут существовать. Ну, они пытались провести некий переход, некую транзицию от лидера Майи Санду к лидеру господину Гроссу. Но понятно, что в публичном пространстве не иначе, как партия Майи Санду. А это очень важно. Восприятие гражданина. Это очень важно. Конечно. Может быть и есть правильно то, что предлагает гражданский конгресс партию без коллективного управления. У них 16 человек в исполкоме. Не знаю. Но ярко выраженный идейный лидер национального амплуа должен быть. Ну, к слову о том, что мы говорим с вами, они попытались сделать партию коллективного управления. Партии в этом году исполняется три года. Мы как раз вспоминали это с господином Полянским в эфире. И за эти три года концепция коллективного управления у них вроде как осталась. Но в восприятии гражданина лидер очевидный определился. И сейчас убеждать гражданина и говорить, что нет, вы не понимаете, это только один из 16. Нет, это трудно. Это невозможно. Это не работает. Практически не работает. Поэтому ждем появления лидеров у оппозиции. Потому что на самом деле с вами очень сложно не согласиться в том плане, что такова традиция политических партий Республики Молдова. И еще один штрих. Сейчас время новых людей. Я призываю всех молодых людей, которые хотят заниматься политикой, переступить эту черту и начать быть активными. Когда он дойдет до уровня высоких лет, ему покажется так неблагоприятно пропустить такие моменты. И именно моменты исторического характера. Потому что мы находимся на разломе. Мы находимся на разломе времен. Исторических времен. Республика Молдова стала кандидатом. Того не желая. Давайте честно будем признавать. Желая, но это было очень неожиданно. Не при таких обстоятельствах. Того не желая, я имею ввиду, что не прикладывая этих... Не так мы себе представляли обстоятельства. Да, процент. Да. От нас зависит этот процесс. Можно ли направить на путь развития, на путь согласия и на путь некого созидательного порыва общества. Либо на разрушительное. Такое ощущение, что мы всегда находимся на этом перепуте, на этой развилке. Да я не думаю. Я иногда вот проезжаю, работая много по городу. Я вспоминаю, когда лет 40 с чем-то назад пришел в Кишинев. Каков был Кишинев? Или каковы были качества дорог, качества зданий и сооружений и тому подобное. В этом участвуя профессионально самостоятельно. Я думаю, что у нас Кишинев меняется и меняется в хорошую сторону. И республика меняется в хорошую сторону. Делать эти выводы вам возможно будет только попытаясь находиться в вашей территории Украины. Давайте в эту Одесскую область. И сравнивать. Или в некоторых уездах Румынию. В Аслуи, Галации и тому подобное. И потом перейти границу. Ситуация меняется в республике Молдова. К сожалению, наше восприятие, оно притупилось. Из-за бедности. Из-за ситуации, которые давлеют над нами. Что нас рвут геополитически в разные стороны. В одну сторону. Это как два родителя, которые не могут при разводе поделить ребенка. В конечном итоге, вот важно, чтобы на данном этапе появились ростки качественной оппозиции. Политики все врут. Давайте я вам честно скажу, уже как человек, участвующий в процессе. Да, политики все врут. Но для гражданина важно. Эти политики могут всегда врать. Или что-то качественно делать. И вот когда по делам судишь, ты можешь разъяснить для себя, качественно ли это власть или некачественно. Господин Георгий, у нас осталось три вопроса. Предлагаю по ним приближаться коротко, в таком стиле легкого блица. Мы упомянули то, что в платформе общеповестка нет ПКРМ. Так вот, ПКРМ на днях выступила с репликой. Если коротко, то по сути они обвиняют гражданский конгресс в том, что они работают на власти, действуют в интересах власти, скажем так. Как вы оцениваете данную реплику, данную реакцию? Возможно ли ПКРМ говорит о том, что гражданский конгресс внутри платформы работает в интересах власти? Ответ очень короткий. Гражданин должен подумать, почему одна часть ПКС находится в общей платформе, а вторая часть находится возле так называемого процессуевшего движения. Окей, об этом гражданин подумает. А конкретно про гражданский конгресс? Про гражданский конгресс. Чтобы партия коммунистов не имеет морального права, сделать реплику гражданскому конгрессу. Морального. Потому что на протяжении уже более 7 лет руководство партии коммунистов занимается коммерцией или политическими заказами. На данном этапе гражданский конгресс осталась та часть партии коммунистов, которые остались приверженцы идеи. Идеи чего? Идеи справедливого общества. Идеи возможности справедливого общества. Создание возможностей. И у некоторых представителей гражданского конгресса хватило силы духа подать подставку, сложить мандат, уходить и тому подобное. Партии коммунистов, у представителей партии коммунистов даже в БКС, когда появились разногласия между компонентами, нет силы духа уходить с этого блока. Хотя они уже давно ушли по коммерческому заказу в другом направлении. То же самое, как ушли в 2015 году в другом направлении на местных выборов. То же самое, как в 2014 году ушли в другом направлении. Поэтому экономически-коммерческая часть осталась у партии коммунистов. И последнее. Лидер партии коммунистов должен подумать и о душе. Нельзя делать грехи в таком возрасте. Нельзя. Господин Гуров, коротко коснемся протестов, которые прошли в Кишиневе и до сих пор идут. Госпожа Гаврилиса, наш премьер-министр, выступила с репликой, заявив следующее. То, что произошло в воскресенье на улицах Кишинева, это не акция протеста, это не реализация гражданского права, это элемент гибридной войны против страны, народа и конституционного строя. Молдова как никогда имеет поддержку внешних партнеров, в том числе со стороны привлечения к ответственности тех, кто ограбил страну и ее народ. У них нет шансов дестабилизировать Молдову на украденные деньги. То же самое недели ранее заявила, примерно то же самое заявила Майя Санду после заседания Совета безопасности. Так о чем все-таки идет речь? У властей есть какие-то секретные данные касательно истинных намерений протестующих? Или же власть пытается навязать, или, ну не навязать, скорее сформировать, изменить новостную повестку относительно протестов? И пытается подменить истинную причину? Я думаю, что это протестное движение, эти действия, как ничего лучше, как белая перчатка на руке власти. Пока на улице протестует партия человека, осужденного за грабеж страны, говорить о консолидации оппозиции не имеет смысла. Но насколько корректно со стороны власти перечеркивать все протесты и мазать их черной краской, Власть будет использовать любой момент, либо любое мгновение для того, чтобы давить на оппозицию. Такова суть власти. В конечном итоге, я как-то высказался, что пока на улицах будут протестовать представители партии ШОР и партии коммунистов, говорить о консолидации оппозиции невозможно. Потому что никто не хочет марать себя политически, социально-экономически, как хотите, с этими людьми. Да, к ним будут примыкать куча, у нас существует куча желающих вернуться в большую политику. Такие, как господин Тарлев, такие, как хотел бы заскочить господин Кавкалюк, если я не ошибаюсь, примкнул к этому движению. В конечном итоге, существуют ли причины для протестов? Да. Существуют ли возможности для нормальных протестов на данном этапе? Нет. Потому что нет четкой повестки дня, как оппозиция видит ситуацию в стране. А выйти на площади и просто орать, что отойдите в сторону, мы лучше будем управлять страной, это не то. Это не то, что ждут граждане. Граждане сразу определяют, что это именно действия, направленные на дестабилизацию общества. Стабилизационный оппозиционный ресурс должен предложить обществу, повторюсь, неоднократно, другую повестку дня. Политическую, социально-политическую, которая была не в диссонансе с чаяниями граждан, а именно в гармонии. Имела их в своей основе, да. Да. Я никогда не выйду на площадь защищать интересы чьи-то или за 300 лей. Но, извините, пожалуйста, палаточные городки были, были протесты в республике Молдова похлеще, но такого неразумительного подхода со стороны организаторов еще никогда не было. А я участвовал и наблюдал еще, ого-го, с 89-го года просто. 88-89-го года. И протесты на улицах, и весь этот период видел очень множество. И последнее, что хотелось бы сказать. Конечно, господа Гаврилицы говорят то, что им выгодно говорить. Власти. И любое действие, оно на сегодняшней оппозиции будет рано или поздно приравнено к желаниям кого-то из-за бугра дестабилизировать ситуацию в республике Молдова. Но ничего не дестабилизирует ситуацию в республике Молдова, как коррупция и бедность. Поэтому правительство должно быть внимательным. Когда появится четкая повестка дня, оно рано или поздно появится этих политиков, других политиков, ей нужно будет держать ответ. Почему были использованы аморальные методы для того, чтобы ввести шоковые терапии в республике Молдова. Это придется дать ответ. Но обвинять правительство или обвинять людей, политиков, которые находят у власти, что они защищают свои интересы, невозможно. Пока у оппозиции нет четкого, ясного плана действий. Господин Гурео, 10 дней назад исполнилось два года с тех пор, как госпожа президент Майя Санду стала президентом. Второй тур выборов прошел 15 ноября 2020 года. Выборы в известной степени были протестными. Голосовали больше против Игоря Дадона, нежели чем за Майю Санду. Вы же, в свою очередь, открыто агитировали и призывали людей на своей странице в Фейсбуке голосовать за Майю Санду. А 15 ноября вы написали следующее. Я процитирую. 15 ноября 2020 года, я не могу сказать, что Республика Молдова, я не могу сказать, что в этом году, я не могу сказать, что наша гордость не должна зависеть от того, кто у нас стоит во главе государства. Задам вам следующий вопрос. Вы возлагали на госпожу Санду и ее команду большие надежды. Спустя два года ее президентства и года безраздельного управления партией ПАС оправдались ли ваши надежды и какие вы выводы можете сделать на сегодняшний день? Ну, давайте так отделим мухи от котлет. Госпожа Майя Санду и ПАС. Это разные политические, будем так говорить, феномены. Честно, на данном этапе, в нынешнее время, сегодня, нет лидера в Республике Молдова, политического лидера, который бы смог оппонировать госпожа Майя Санду. Она подняла планку представления или выполнения президентских обязательств очень высоко. Честно, нужно признать. За два года мандата она сумела то, что не сумели все вместе взятые президенты. Именно в международном плане она отвечает за внешнюю политику. Область внешней политики – это область ответственности президента. Представлять страну. И я не должен перечислять на сегодняшний день, когда президент такой страны, как Большой Державы, как Франция, ходит и гуляет по улицам Кишинева, как у себя на Шан-Делезе. Это многое означает. Другой вопрос – материализация всего процесса правления. Но я продолжу с направлениями деятельности. Оборона. Слава Богу, у нас в Республике Молдова тихо, спокойно. Да и есть предпосылки для того, чтобы усилить обороспособность Республики Молдова. И это тоже часть деятельности именно президента Шумани Сандо. Почему? Да потому что есть и элемент ситуации геополитической, региональной, но есть фактор признания ее как лидера, национального лидера и регионального, как хотите, в структурах европейского уровня или даже глобального уровня. Ну, не буду сейчас перечислять обысказывания в ее адрес, госсекретаря, либо… Да, это известно. Это известные. Да. Или последние публикации в «Нью-Йорк Таймс» и тому подобное. А что касается партии ПАС и правительства? Третье направление деятельности на сегодняшний день госпожа Сандо сумела как-то восприниматься как президент, который не коррумпирован. Она не дала повода для оппозиции обвинить ее в каких-то сделках, в каких-то действиях, которые бы шли на личное обогащение, как было в ситуации с господином Додоном, или как было в ситуации с господином Воронином, или как было, что в республике Молдова никто не работает, кроме сына президента. Либо можно привести кучу примеров. Или господина Лучинского. Она не дала таких поводов. Может быть, потому что у нее нет сыновей. Это другой вопрос. Я, конечно, немножко с иронией к этому отношусь. Но это важно для республики Молдова на нынешнем этапе. Что касается второй части. ПАС. Ну, это карманная партия госпожи президента. А почему вы тогда их разделяете, господин Воронин? Я разделяю, потому что я не могу видеть судьбу этой партии без госпожи Санду. Но после второго мандата я не думаю, что госпожа Санду захочет вернуться как лидер партии ПАС. Потому что за год с чем-то нахождения у власти партия очень мало генерировала что-то, какие-то идеи, какие-то действия. Будем так говорить, национального характера, она находится, создается впечатление, что находится на ручном управлении. Чем? На ручном управлении президента. Поэтому в конечном итоге, тем не менее, господин Воронин, я извиняюсь, но я должен это обозначить, потому что и в ваших постах, в том числе, вы отделяете президента Майо Санду и правительство, президента Майо Санду и партию. При всем при том, что сами сейчас только что сказали, что это карманная партия, которая находится на ручном управлении президента. И учитывая то, что госпожа Санду в целом выходит и поддерживает все эти решения, которые принимает ее правительство. Ну, исходя из вашей риторики, что это карманная партия находится на ручном управлении, логично, что она все это поддерживает, иначе зачем бить саму себя по рукам. Так вот, одно это и то же. Нет, не одно и то же. Вы понимаете, в политике существует интерес, политикой управляет интересом. На данном этапе вся партия работает, будем так говорить, как некая масса, которая выполняет некий заказ, инструкции. Нет, нет чего-то, которое генерировало бы. Поэтому она активна, она постоянно генерирует что-то. А они только выполняют то, что она генерирует. И как раз в их сторону и летит все, что, извините, вы упомянули касательно обвинений в личном обогащении, коррумпированности. Очень правильно. Поэтому это как Саламандра. Завтра хвост. Да любая партия, которая сейчас станет за Майя и Санду, выиграет выбор. Будет это пас, либо будет это другая партия. Правительство должно уйти в отставку, как вы считаете, учитывая весь тот накопившийся негатив в отношении их действий? Больше 69%, если уйдут, никто не почувствует их уход. И по имену-то особо никто не знает. И по имену их особо никто не знает. В конечном итоге все зависит от того, я извиняюсь за банальность, как карта ляжет. Мы говорили о том, что социально-политическая жизнь в Республике Молдова очень завидит внешнего фактора. Особенно на данном этапе, когда турбулентность регионального характера, международного характера очень сильна. Политическая турбулентность. Эта политическая турбулентность, она еще очень накопила в себе очень много вопросов, не только социально-экономического характера, но и кризисных факторов. Как энергетических, как транспортных. И там их куча можно перечислить. В конечном итоге, будет ли массовое движение оппозиционности не только в Республике Молдова? Давайте мы будем смотреть и в странах Евросоюза. А это может быть катализатором и для других. Поэтому я не знаю, пока в этих обществах, во всех этих обществах, что это французское общество, это итальянское общество, это молдавское общество, давлеет принцип, будь что будет, или не было бы войны. Потому что существует такой риск. Но это временно, рано или поздно, от этого люди привыкнут к этому. И в конечном итоге, как там лозунг, из искорки возродится? Пламя. Пламя, может в любой момент. Должно ли уйти это правительство в отставку? Не сейчас. Нельзя в кризисное время, хотя, имея столько мандатов в парламенте, можно утвердить правительство через пару часов. Но нельзя отправлять в кризисное время правительство в отставку. Нельзя. И буду честно признать вам, мне нравится и спокойствие действия господи Гаврилицы. С точки зрения умеренного, будем так говорить, подхода к решению некоторых вопросов. Я вам привел пример. С рыбницким, металлургическим, с кучерганским. Поэтому это очень важно на данном этапе. Это очень важно для всего общества в целом. Но, к весне, больше половины этих министров нужно послать прошивать землю. Потому что, как ушли министры сельского хозяйства, и никто не почувствовал, даже не знал о том, как его, или забыли, как его. Не сельского хозяйства, а, и сельского хозяйства. Министр экологии, половина – да. Они на данном этапе неэффективны. Или соглашусь с теми, которые говорят, что, может быть, кто-то устал. И должны работать еще правоохранительные органы. Надо дать ответ на подозрение оппозиции о коррумпированности некоторых членов правительства. Ответы нужно дать. Ну, будем надеяться, на самом деле, что все будет так, как вы говорите. Особенно в том числе, что действия нашего правительства продуманы. И они действуют детально и тонко. Они действуют, но продуманы некоторыми другими. Ну, дай бог, чтобы они были хорошими исполнителями в данном случае. Раз уж на то пошло. И еще я хочу сказать, чтобы, дай бог, у оппозиции появился сильный лидер, который может в течение короткого времени стать действенным оппонентом нынешнему президенту Майя Санна. Потому что оппозиция всегда делает государственные, или систему управления государством более дисциплинированной. Абсолютно. Это основа демократии, о которой любят говорить и наши власти, и оппозиция оба. Господин Гурел, я благодарю вас за очень интересную дискуссию. Надеюсь, увидите вас в нашей студии вновь. И, как мы всегда говорим, если мы сегодня не нашли истину, то уж точно приблизились к ней на один шаг. Спасибо вам большое. До встречи в эфире.